здравствуйте уважаемые друзья на связи алексей кузьмичев наступила наконец весна и я решил подготовить один очень интересный урок который хотел записать уже давно причем многие из подписчиков меня просили это сделать и вот наконец я его записал мы будем создавать иллюзию кружащихся лепестков вокруг модели для работы нам с вами понадобится несколько текстурок я их заранее уже подготовил и для урока я вам их также приложу сможете их скачать и также я подобрал такую фотографию с девушкой в красивом красном платье и на этом снимочке я думаю очень как раз хорошо будут смотреться вот эти лепестки и так первое что нам с вами необходимо сделать это скопировать наш лепесток пока что один нажимаем control a control c так и вставляем поверх нашей фотографии нажимаем control v и также давайте скопируем и второй лепесток нажимаем control a control c и также вставляем сюда control v у нас появилось два слоя пока что верхний отключим и поработаем с нижним лепесточком уменьшаем его размер нажимаем комбинацию control t на клавиатуре и зажатой клавишей shift изменяем его размер эти большие лепестки мы с вами будем использовать для объектов которые будут находиться у нас не в фокусе то есть мы будем создавать своеобразную глубину резкости чтобы фотографии у нас был объем нам с вами необходимо сделать так чтобы ближние к нам лепестки оказались разбытыми или не в фокусе а лепестки которые будут находиться на одном расстоянии с моделью были бы четкими как раз это мы с вами будем делать поэтому в первую очередь располагаем одиночные лепесточки аккуратненько по свои местам располагать их можно где угодно как вам больше нравится также не забываем их копировать нажимаем control j для этого и перемещаем туда куда их хотим поставить также их можно крутить менять форму если это необходимо и менять также размер пока что эти два лепесточка оставляем здесь и теперь переходим на верхний слой также здесь его при помощи свободного трансформирования изменяем так как нам нужно так и также давайте скопируем чуть-чуть уменьшим данный лепесточек примерно вот так и расположим где-нибудь здесь нажимаем клавишу enter и у нас с вами получилось четыре вот таких вот слоя с лепестками как видите они сейчас у нас смотрятся неестественно мы сейчас это будем исправлять для начала давайте все эти четыре слоя объединим в 1 зажимаем клавишу shift щелкаем по верхнему слою и щелкаем по нижнему слою после этого нажимаем комбинацию control е чтобы объединить все наши слои и теперь идем в пункт фильтр выбираем здесь размытие размытие по гауссу так размываем наши лепесточки до того момента пока у нас они они потеряют свою форму так сказать да как вы помните мы делаем для того чтобы создать ощущение глубины в кадре примерно так я размываю где-нибудь на 16 процентов я думаю этого будет вполне достаточно нажимаем клавишу ok так и если хотите то можно дополнительно размыть их еще и радиально чтобы создать эффект закручивания здесь выставляем количество где-нибудь на 5 и нажимаем клавишу ok и у нас еще дополнительно размываются границы лепесточков и они приобретают вид таких вот закручивающихся вокруг модели после этого переходим к 3 текстуре которая у нас будет располагаться непосредственно около модели копируем ее control a control c нажимаем и так же вставляем нашу композицию нажимаем control v зажатой клавишей shift изменяем размер примерно так и располагаем лепесточки так как нам нужно также нажимаем control j чтобы скопировать вот примерно так и давайте еще разочек скопируем control j нажимаем и и располагаем как нибудь их вот так нажимаем enter вот примерно так также объединяем все эти слои в один выбираем вот эти три слоя которые у нас относятся к текстуре и нажимаем комбинацию control е как ведь мы их объединили также данный слой лучше всего поместить под слой с большими лепестками потому что если у вас они будут накладываться поверх то изображение будет смотреться неестественно давайте покажу о чем я говорю вот пример у меня этот слой сейчас лежит наверху если бы я хотел расположить их вот например здесь то вот эти мелкие лепестки они накладываются на большие что соответственно быть не может так как по постановке нашего кадра у нас вот эти большие лепестки находятся как раз ближе к нам поэтому нам необходимо их поместить вниз тогда у нас этих проблем не возникает как вы видите и мы можем располагать их как угодно не боясь неприятных вот таких моментов также давайте немножечко повернем нажимаем enter и нам также необходимо размыть немножечко данную текстурку также переходим в размытие и на этот раз выставляем радиус небольшой в районе 1 2 пикселей так просто чтобы у нас границы лепестков были не такие резкие и чтобы они смотрелись более естественно на композиции нажимаем клавишу ok так и последнее что я вам хочу здесь показать это то как можно быстро менять цвет лепестков к примеру вы хотите чтобы у вас лепестки стали одного тона с платьем на для этого вы создаете корректирующий слой цветовой то насыщенность нажимаете клавишу alt и прикрепляете данный корректирующий слой только к текстуре с лепестками и после этого вы можете менять как вам нужно цвет не боясь затронуть другие текстуры и участки на фотографии как видите очень удобно вы можете выбрать любой цвет это для лепесточков так вот примерно так как видите свет практически у меня попал в платье ну что ж на этом в принципе все большое всем спасибо за внимание пользуюсь случаем хочу поздравить всех девушек и женщин с 8 марта желаю вам оставаться такими же очаровательными красивыми и вдохновлять своих мужчин на великие дела еще раз всем спасибо за внимание и до встречи в следующих уроках и и и и Субтитры сделал DimaTorzok